Всем привет! Меня зовут Антон Нитесов, я московский джазовый контрабасист, занимаюсь жилой концертной деятельностью и студийной работой. Сегодня я бы хотел рассказать о датчике KNA DB1, что в нем есть интересного. С этим датчиком очень легко обращаться. Он не требует врезки, его просто самому установить. Тебе не нужна помощь мастера для того, чтобы его поставить. Он не требует дополнительного питания, он просто все делает сам. Ты просто ставишь его под порожек, подкручиваешь закрепление и дальше тебе остается только подключить его к твоей аппаратуре. У этого датчика стандартный аудиовыход на джек. Вообще бренд KNA производит датчики практически для всех видов акустических музыкальных инструментов. Особенностью этого бренда является то, что все датчики KNA являются очень простыми в установке и в использовании. А теперь поговорим о звуке. Эти датчики отличаются тем, что они передают звук инструмента максимально приближенно к тому характеру, в котором он должен звучать, в котором он звучит акустически. Где-то три недели перед записью этого видео у меня была возможность попользоваться этим датчиком и оценить его по-настоящему. И из моих собственных ощущений я могу отметить то, что у него очень чистое звучание. Особенно для этого инструмента на высоких частотах, что не характерно для других датчиков. И я очень редко что-то подобное встречал. С ним легко работать на большой сцене, где инструмент заводится и где есть куча факторов, которые могут испортить твой звук. Где с акустическими инструментами тяжело работать. Особенно если ты работаешь с барабанами, если ты работаешь с громкой подзвучной гитарой, с клавишами, с микрофоном. Он показывал себя очень хорошо и стабильно. Также датчик можно использовать как дополнительный. Например, он сейчас стоит в тандеме с тем датчиком, который я использовал до того, как мне прислали этот. И это позволяет мне лучше контролировать звук на площадке. Я могу выбрать, где что лучше звучит. Я могу смешать их сигналы, я могу использовать его отдельно. Я могу смешать сигналы этого датчика с микрофоном. Все звучит отлично. Что мне еще понравилось, он хорошо звучал и при игре пальцами, и при игре с лэпом, и даже при игре с мучком. А это большая проблема со многими звукоснимателями. Обычно приходится снимать контрабаз с помощью микрофона, если ты играешь не пальцами, если ты используешь какие-то дополнительные техники. Здесь, по крайней мере, в условиях, в которых я их применял, и с техниками, с которыми я знаком, у меня проблем никаких не возникло. Все звучало очень хорошо. Субтитры делал DimaTorzok Также, что мне понравилось, очень тяжело передать естественное звучание инструмента контрабасового, потому что он также в какой-то степени является перкуссионным. Этот датчик выдает очень чистый сигнал на высоких частотах, и благодаря этому получается передать всякие щелчки, хлопки, естественную артикуляцию инструмента. За счет этого звук получается живее, и с ним проще работать на площадке, особенно в коллективах, в которых требуется создать это ощущение акустического звучания. Даже когда площадка большая, даже когда людей много, и когда вроде как это уже невозможно услышать. Субтитры делал DimaTorzok Датчик действительно просто установить. Мне потребовалось минуты 2-3, может быть, моего времени, на то, чтобы разобраться, с какой стороны его подключить, и на то, чтобы просто прикрутить его к деке. Датчик можно подключить и к линии напрямую, и через комбик, и через D-Box. В принципе, он самостоятельно существует, никаких проблем нет. Ему не нужно дополнительное предуселение, ему ничего не нужно, он сам звучит. Единственное, что понадобится эквалайзер, если площадка капризная, но это происходит абсолютно с любым инструментом, с магнитными датчиками, с любыми микрофонами, с чем угодно, это в любом случае потребуется. Поэтому с ним работать так же удобно, а то и удобнее, чем со многими другими средствами. Датчик не только легко устанавливается, его очень легко снять с инструмента, и это позволяет взять его с собой на площадку, на которой ты знаешь, что будет инструмент, и ты не уверен в том, насколько хорошо он подзвучен. За время, которое мне дали на то, чтобы его потестировать, уже успел так один раз сделать. Приехал на незнакомую площадку, незнакомый контрабас, взял в комплекте вот эти подкладки, которые были вместе с датчиком, просто поставил его, просто заиграл. Обычно крепление, если хоть немного сложнее, ты не захочешь этим заниматься. Здесь я просто его выдернул, раскрутил, положил в коробку, принес, поставил, и мне не нужно было тащить с собой целый инструмент. Кстати, все датчики КНА изготавливаются вручную из музыкальных пород дерева. КОНЕЦ